Сегодня ночью Китай будет отмечать Новый Год. Об этом мы поговорим. Сегодня у меня в гостях руководители Института Конфуция Николай Кухаренко и Лю Юй Дзе. Здравствуйте! Здравствуйте! Первый простой вопрос. Китайский Новый Год, откуда праздник пошел? Китайский Новый Год. Ну, вообще, сразу, может быть, развеять миф, что китайцы, когда отмечают свой праздник, на русский язык переводится праздник весны. То есть здесь фактически проводы зимы и встреча весны. То есть это мы уже переделали, что Новый Год. Нам так проще перевести было, поэтому мы так и говорим. Ну и откуда он пошел? Они провожают зиму, встречают, весна приходят. Весна, то есть это... Поэтому называется это праздник весны. Чунзи, праздник весны. Вся семья собирается на этот праздник, это глубоко семейный праздник. Где бы родственники не работали, в разных частях страны или же в других даже государствах, они стараются на этот праздник вернуться в семью, чтобы вместе встретить этот семейный праздник. Как празднуют? Ну вот у вас традиционные костюмы, в которых встречают китайский Новый год, праздник весны. Ну нет, не сказали бы, что прям так встречают, конечно. Атрибуты праздника, тоже можно подробнее рассказать. Как китайцы встречают китайский Новый год или праздник весны? Ну у нас много традиций и обычаев. Уже как это заранее, уже все люди начинают готовиться к нему. Уже это томы чистят, моют, закупают новогодние товары. Старые вещи выбрасывают, долги отдают перед Новым годом. В принципе все как у нас. Но давайте попробуем сравнить. Вот например, в России есть оливье, селедка под шубой и традиционные блюда. Есть в Китае тоже традиционные блюда на праздник весны, на китайский Новый год? Обязательно за столом рыба. Ну можно это разнообразно готовить, но все равно это обязательно. Почему рыба? Во-первых, рыба в Китае всегда считается блюдо дорогое, потому что дороже, чем мясо. В Китае обычно свинину едят. Баранина, говядина меньше. Рыба дороже, чем мясо. Во-вторых, рыба, то есть если она дороже, значит даже если бедная семья старается хотя бы на Новый год, чтобы была рыба. То есть некий символ достатка. Во-вторых, рыба, если ее так же произнести, то есть аммоним звучит июй, по-китайски. Да, звучит. Но у нас все желают побольше денег в каждом году и побольше лишних. То есть лишние деньги. Лишние деньги звучат тоже июй. Так же как рыба. Как рыба. Очень часто на украшениях используется изображение рыб. То есть все другу желают денег. Но в принципе как и в России то же самое. В России... Особенно это вот детям. Детям денег. Да, денег. У нас нет только взрослых. Да, очень интересно. Детям денег желают. Что мы дарим детям? Конфетки разные, кулечки, трансформеров каких-нибудь. В Китае, вообще китайская нация очень практичная. Детям дарят такие маленькие конвертики красные. Конвертики. А в них деньги. В России Новый год наступает в 12 часов. Вот с 31 на 1. В Китае есть тоже. У нас до канула праздника, самый это момент для каждой семьи. Тоже все это собираются дома. И это за столом разговаривают, шутят. И это по часов. В 12 часов ночи. До 12, да, да. У нас пьют шампанское, у вас? У нас водку, вино, пиво. Ну, у нас это, короче, редко это коньяк, не шампанское. У нас наступил праздник, люди выходят во двор, взрывают петарды, хлопушки. У нас тоже самое. У нас тоже самое, да. До 12, если там продолжается пойти на час. Вот каждой семье тоже филерки, хлопушки выпускают. А, до нового года у нас получается просто. Ну, мы вот принесли некий такой муляж. Это вот только раз, вот те хлопушки, ну, конечно, не настоящие. Да. Вот такие хлопушки поджигаются, они очень громко отречат. Почему хлопушки? Звуки хлопушек считается, что они отпугивают злых духов. Поэтому злые духи не проникнут в семью. Да, а у нас в России отзвуки, и кажется, что война начинается. Да, отгоняет черти. Да, красный цвет еще почему. Красный цвет также считается, что злые духи, не любят красный цвет. Боятся. Боятся. Поэтому и одежда красная, все узоры традиционные, тоже там красного цвета. У нас Дмитрий Анатольевич Медведев, президент, поздравляет. У вас генеральный секретарь Худзинтау поздравляет всех. Так же? Тоже. Уже по телевизору. Перед боем прантов. Уже все это по страве, мы это слышали, увидели. И потом продолжается праздник. Да. Какие декадания? Вот у нас есть поверье, что на бумажке написал желание, сжег, шампанское выбросил, потом размешал, выпил. Здесь очень интересные обычаи есть. В Китае есть так называемый хранитель семейного очага или домашний дух Цао Ван. Перед Новым годом, вот его фигурка или деревянная, или бумажная. Это считается, что этот дух очага, он перед Новым годом наблюдал весь год за семьей, а потом перед Новым годом он отправляется на небо докладывать, как там в семье дела обстояли. Обычай такой, вот эту фигурку, на этой фигурке смазывают медом уста, чтобы наверху он сладкие речи о семье говорил. Или же по другой теории, что наоборот у него уста слиплись, он ничего не мог плохого сказать. Еще бывает, вином поливает, чтобы он был захмелевший, в хорошем настроении, тоже хвалил семью. Сжигает эту фигурку, рядом там полосочки бумаги, тоже сжигает, там пишут, типа, иди на небо, расскажи, как мы тут хорошо жили весь год. Какие мы хорошие, вот это тоже поджигает. Ну и фрукты различные, там яства расставляют, чтобы задобрить вот этого духа. Ну то есть все на будущее. На будущее. Задел на будущее. Русские, которые живут в Китае, говорят, что лучше на китайский Новый год уезжать в Россию, на время празднования из Китая уезжать, потому что Китай вымирает, то есть никто не работает, все сидят дома, все празднуют. Так ли это? Ну действительно, что в Китае даже, говорят, улицы пустеют, в больших городах, на китайский Новый год? Ну это особенно, это ночью 12, все в семье. А дальше? Ну у нас все идут дальше в рестораны, у нас... А второй день тоже, это по улицам мало людей. Все дома. Или дома, или в гостях. Или в гостях. Ну рестораны, увеселительные заведения работают? Работают. Так же все балдеют и ходят по ресторанам. А сейчас это в Китае тоже, это немножко, это изменение. А раньше все это дома отмечают. То есть вливаются европейские традиции, все-таки вливаются в Китай? Да, а сейчас у нас это тоже, это некоторые заказывают, вот ресторан, тоже в ресторане у меня все это семьи отмечают. Но раньше такого не было. Раньше и такого не было. Раньше Китай был закрыт, сейчас активно принимают участие в мировом сообществе, в мировой жизни. Какие еще влились традиции, в частности в китайский Новый год? Ну элементарно. То есть Китай это очень такой весомый игрок в глобальной экономике. Поэтому все те же международные корпорации, Макдональдс, KFC, все это также в Китае присутствует, там пицца хат. К примеру, я был в Китае недавно, там Хэллоуин, да? Вроде, ну вообще это никак не китайская традиция, но в пицца хат все официанты бегают там, ну чуть ли там не с головой в виде тыквы. Вот, хотя это не китайский праздник. Также и все, допустим, под Новый год, вот уже когда в декабре, под Рождество европейское, везде эти Санта-Клаусы, хо-хо-хо, елочки. То есть китайцы отмечают европейские праздники? А, это не сказал бы, это не отмечают. Знаете, это... Ну, побольше молодых, да. Молодых больше. Это типа вот... Традиционные. Да, современные. Вот интересный вопрос. Чего нельзя делать в китайский Новый год? Оу. Это... Что запрещено? Чисто нельзя часы подорить. Да, это именно у нас это подорить часы по-китайски произносится, это Сонгчонг. Но это по-другому еще, если европы, Сонгчонг уже это по-другому смерть. А наручные часы или там настенные? Ну, особенно настенные. А сейчас уже тоже это... В Китае принимают это европейский стиль. Ну, ручную, в принципе, можно. То есть снова бизнес, снова Европа влилась, и уже можно наручные часы дарить. А что еще нельзя делать в китайский Новый год? Ну, нельзя пользоваться... Вот, ну, наступило... Сейчас будет завтра, 3 февраля, наступает Новый год по лунному календарю. Нельзя пользоваться колющими, режущими предметами. Там, иголка, ножницы. Это тоже считается, что может привести к несчастью. Вот. Ну, нельзя разбивать что-то. Хотя, вот опять, через немножко влияние европейское. Говорят, если что-то разбили, на счастье. А если есть дружба между китайцем, русским, и вот русский и хочется какой-нибудь подарок сделать в китайский Новый год, что лучше дарить? Конфеты русские. Русские конфеты? Да, очень шоколадные. Шоколадные конфеты. Шоколадные. Шоколадные конфеты, хорошо. Вообще, в Китае принято дарить парные подарки. Если вы дарите шампанское, две бутылки дарите. У нас, наоборот, типа, два, четное число нельзя. В Китае, наоборот, парное. Ну, спасибо вам огромное за интересную беседу. Вас поздравляю с наступающим Новым годом. Спасибо. Есть возможность сейчас обратиться к китайцам, которые находятся в России, которые здесь будут праздновать Новый год. Поздравить их можно сейчас? Можно. Можно, да. Я желаю вам, чтобы не выйти в Новый год. Я живу в России, в Чемпионате. Счастье, счастье, здоровье, 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 каждый год. Спасибо. Спасибо вам, уважаемые телезрители, за внимание. Я напомню, что сегодня у меня в гостях были руководители Института Конфуция. Это Николай Кухаренко и Лю Юй Зе. Спасибо за внимание. Смотрите Альфа-канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова